здравствуйте я глория копленд и добро пожаловать на передачу победоносный голос верующего мы будем говорить о том и слова божьего что благословит вас в вашей жизни мы продолжаем изучать плоды духа мы рассмотрели много материала о любви потому что любовь является основой всех плодов все работает любовью и развивается из нее сегодня мы рассмотрим мир любовь радость любовь радость мир сегодня мы начинаем изучать радость если вы не ходите в любви дьявол будет красть у вас радость если вы ходите в любви подумайте об этом сейчас вы прощаете если кто-то что-то вам сделал вы сразу же говорите я прощаю я молюсь за них помоги им господь или молитесь как вы молитесь но вы прощаете их и не держите этого в своем сердце или в уме вам больше не нужно об этом думать почему потому что вы простили и тогда вы можете иметь мир у вас есть любовь вы прощаете а результатом этого является радость вам больше не нужно иметь плохих чувств вам больше не нужно расстраиваться из-за того что вам сделали потому что простив их вы их освободили любовь не засчитывает причиненного ей зла любовь радость мир когда мы высвобождаем свою веру мы в любой ситуации получаем радость она принадлежит нам слава богу любовь мир радость мы имеем их все время все плоды духа находятся внутри нас плоды духа находятся в нашей заново рожденной природе вот какие мы мы привлекательные внутри но вот что нам нужно сделать так это быть привлекательными снаружи быть добрыми милыми чудесными по отношению к людям дающими самыми первыми плодами являются любовь радость мир плоды духа работа которую совершает его присутствие внутри нас это галатам 522 это любовь радость мир долготерпение благость милосердие то есть доброта верность кротость и сдержанность так это сказано в расширенном переводе библии думаю для нас сегодня это очень хорошее описание итак мы говорили о любви все плоды действуют на основании любви если любовь божья не излилась в наше сердце то вы не сможете ходить в терпении вы не сможете радоваться даже если все идет не так как следовало бы или как вам хотелось бы либо вы не сможете ходить в мире потому что все плоды духа чудесные они чудесное благословение для нас и когда мы родились свыше в иисусе это стало частью нашего возрожденного духа это плоды духа они плоды вашего разума не плоды естества а плоды духа любовь радость мир мы разберем вначале эти три и мы уже говорили о любви любовь это то как вам удается ходить в радости и как вам удается ходить в мире и сегодня мы поговорим о радости в господи они наша сила они слабость они сила радость пред господом говорит писание подкрепление для вас я прочитаю из расширенного перевода 22 стих 5 глава послания галатам плоды духа продукт духа работа которую совершает его присутствие внутри нас то есть внутри нас идет духовная работа это любовь радость мир долготерпение это терпимость благость милосердие верность кротость и сдержанность каждый плод дополняет другой и все они исходят из любви если у вас нет любви вы не будете кротким не будете сдержанным поэтому мы сегодня начнем с любви божьей давайте обратимся к четвертой главе притчи прежде чем перейти дальше в притчах 4 сказано что плоды духа работают в нас это сверхъестественная работа спасибо господу это не то кем мы являемся по своей природе мы рождены свыше если мы рождены свыше наш дух в правильном положении перед господом внутри нас праведность после своего рождения свыше мы учимся ходить и жить в свете того что бог говорит нам в нашем сердце и в свете того что говорит слово божье расширенный перевод книга притчи 422 там говорится о плодах духа нет это не в притчах 422 притчи 420 вопрос жизни давайте это откроем сын мой слова моим внимай и согласись говорит писание согласись с речами моими потому что они жизнь слова бога жизнь для того кто нашел их исцеление и здравие для всего тела его эти слова дают нам жизнь и исцеление все хорошее а плоды духа исходит из вашего рожденного заново духа как только вы родились свыше у вас уже есть такая способность возможно вы этого не выполняете но вы можете ходить с господом слышать его и получать от него водительство писание говорит 4 главе притчи что эти слова жизнь потому что они жизнь для того кто нашел их исцеление здравия для всего тела его храни и береги свое сердце со всей бдительностью и больше всего хранимого потому что из него из вашего сердца вытекают источники жизни из вашего сердца вытекают источники или силы жизни из вашего духовного человека выходят эти силы силы жизни отвергни от себя лживую нечестивую речь своенравный упрямый разговор удали от себя это не плоды духа и пусть глаза твои смотрят прямо вперед с твердым намерением и пусть твой взгляд будет направлен он прямо перед тобой и вот о чем вы можете подумать хорошо обдумай стезю для твоей ноги знаете не торопитесь что то делать вы знаете что бог хочет чтобы вы делали реагируете так как бог хочет чтобы вы реагировали кто-то оскорбляет вас позвольте продукту вашего сердца плодам духа любви божьей подняться внутри вас любовь божья говорит библия не засчитывает причиненного ей зла поэтому мы не должны засчитывать то плохое что делают нам люди что мы делаем мы можем прощать это потрясающая сила уметь прощать просто скажите господь я прощаю этого человека за это я не буду воспринимать это иначе только любить его в ответ или я буду любить ее в ответ хорошо обдумай стезю для твоей ноги и пусть все пути твои будут утверждены в правильном порядке или можно сказать предписанным словом божьим а мы знаем что нашей заповедью есть любовь и это первый плод духа именно из нее вытекают все плоды духа из любви божьей не поворачивай ни направо ни налево удали ногу твою от зла в пятой главе в первом стихе сказано сын мой внимай мудрости и преклони ухо твое к разумению хождение в божьем благословении плодах духа в любви радости мере и всех других плодах вот что значит внимать богу это значит быть послушными богу итак мы уже говорили о любви все плоды действуют на основании любви если у вас нет любви кто-нибудь украдет вашу радость еще до темна любовь прощает любовь не засчитывает причиненного ей зла если вы не простите у вас не будет радости и все возникает из любви все плоды духа в одном из словарей сказано что радость это великолепное чувство счастье и большое удовольствие в расширенном переводе так и сказано счастье радость имеет духовную основу как радость святого духа в первом послании фессалоникийцам давайте прочитаем сегодня это место слава богу радости замечательная вещь так прекрасно ходить в радости несмотря на то что вас окружает я нашла первое послание фессалоникийцам я открыла не ту книгу первое послание фессалоникийцам в первой главе в шестом стихе сказано и вы сделались это расширенный перевод библии вы сделались подражателями нам и через нас самому господу мы настроили себя подражать ему я прочитаю дальше потому что вы приветствовали наше послание несмотря на большие преследования с радостью вдохновленную духом святым мы видим что радость господни излилась в наши сердца вдохновленная наша радость вдохновлена как сказано в расширенном переводе духом святым она исходит из вашего духа в четвертой главе притчи сказано из вашего духа из вашего сердца вытекают источники или силы жизни так что радость одна из жизненных сил которая вытекает из вашего возрожденного человеческого духа из духа который был заново сотворен по образу бога в одном из переводов сказано радость господня наша сила радость не только акт или благодать характера сколько эмоция излитая в жизнь людей потому что в их сердцах обитает любовь божья мы любим бога поэтому мы можем иметь радость мы пригласили иисуса его дух в нашу жизнь в наше сердце мы прислушиваемся к его духу мы пребываем и мы слушаемся существует лишь один источник постоянной радости которая владевает и наполняет все уголки нашего сердца а именно любовь к богу значит наша радость вытекает из нашей любви к богу если у нас нет любви к богу мы не исполняем его слово если мы не исполняем его слово у нас не будет радости но если у нас есть его дух и мы рождены свыше особенно когда мы исполнены духа тогда любовь вытекает из нас на других людей и для нас это естественно однако родившись свыше вы не будете автоматически полны любви вам придется покориться любви божьей вы должны слушаться любви и тогда это принесет нам радость хождение в любви позволяет нам жить в радости в господи существует лишь один источник постоянной радости которая владевает всеми уголками нашего сердца наполняя их а именно любовь к богу если бог является счастьем нашей радости и источником нашего наслаждения является общение с ним наша радость никогда не пройдет так радости в господи сказал брат макларен в книге не имея 8 10 сказано радость пред господом подкрепление для вас скажу вам так вы не собьете с ног того кто ходит в радости господней и радость господня не зависит от ваших обстоятельств она зависит от жизненного потока который вытекает из вашего духа соуджек говорит сила побеждать главное свойство радости это говорит о многом верно сила побеждать главное свойство радости или ее неотъемлемое качество разве в библии не сказано что радость господня это наша сила и это сила радости является нашей силой чтобы побеждать когда у вас проблемы и несчастья когда приходит беда и вы прогибаетесь под ней вы в депрессии вы расстроены то у вас нет силы чтобы это преодолеть но если когда приходят проблемы вы обращаетесь к слову божьему и применяете это слово к своей ситуации вы можете ходить в радости господней и одержать победу над этой проблемой радость это мощная сила в ней есть сила преодолевать проблемы или какую-то беду псалом 15 11 говорит ты укажешь мне путь жизни полнота радостей пред лицом твоим блаженство в деснице твоей во век здесь в пятнадцатом псалме мы видим что радость это наша сила в твоем присутствии радость это одна из наших сил полнота радости пред лицом твоим как мы читали у нас есть сила побеждать что является противоположностью радости вы наверное помните время в своей жизни когда вы были сбиты с ног были угнетены возможно вы потеряли работу возможно вас сбила с ног ситуация в семье или что бы это ни было что происходит когда вы подвергаетесь испытанию когда вы грустны и угнетены из-за чего-то из вас не вытекает никакой силы из вас не выходит никакого сопротивления в естественном мире люди в большинстве случаев жалеют себя они печальны угнетены в депрессии и что происходит и это хорошее слово для описания что происходит когда вы угнетены ваш духовный человек паник из ваших уст или из вашего сердца через уста ничего не вытекает чтобы принести освобождение от проблемы у нас есть проблемы но у нас есть слово божье которое дает нам ответ и поэтому когда у нас есть вера в слово из наших уст исходят слова и мы говорим нет проблема не смей болезнь убирайся из моего тела бедность ты под проклятием нищета а я освобожден от проклятия я принимаю свое освобождение сатана руки прочь от моих денег обращайтесь к дьяволу он ваша самая большая проблема но он пораженный враг иисус победил его забрал все его оружие все на что он полагался знаете у него только и есть против вас ложь он будет врать вам добивая чтобы вы приняли то что он хочет чтобы вы имели вместо того чтобы бог хочет чтобы у вас было если вы будете с этим заигрывать это победит вас вы умрете молодым вы будете болеть но когда вы ходите в радости в господи и в силе господа и в божьей вере то что бы с вами не случилось скажем однажды утром вы пришли на работу и получили розовую карточку когда вас увольняют вам дают розовую карточку меня никогда не увольняли но вам дают розовую карточку и вы остаетесь без работы это сильное испытание что будет у вас внутри конечно вы не будете счастливы от этого пока не предпримите действий но если в вашем сердце пребывает вера которая побеждает мир вы начинаете говорить что же у бога наверняка есть что-то лучшее для меня куда мне идти господь и что мне делать где моя новая работа но если у вас внутри нет силы что происходит депрессия вы расстроены вы говорите не знаю что я буду делать я потерял работу работу так трудно найти как я вообще найду работу у бога так много работ для вас вы даже не можете выбрать все их он наш источник и благословение радость господня наша сила и это радость плод рожденного заново человеческого духа родившись свыше мы получаем радость вы скажете ну я не чувствую радости вы должны покориться слову божьему мы должны иметь отношение с богом знаете бог не будет давить на вас и заставлять вас быть радостным нет вы обращайтесь к слову божьему как мы это делаем сегодня относительно радости и вы подчиняетесь ему радость господня моя сила сегодня же начните это говорить радость господня моя сила у меня есть сила побеждать потому что внутри меня есть божья сила а затем в псалме 15.11 сказано ты укажешь мне путь жизни полнота радости пред лицом твоим если у вас недостаточно радости вы не находитесь в его присутствии вы не проводите с ним время или вы не верите тому что увидели или видите в слове божьем вы подчиняетесь обстоятельствам радость не находится в обстоятельствах нам это нравится я имею ввиду что так может быть чудесно когда вы находитесь в хороших обстоятельствах но вы не можете так жить если приходит беда нужно чтобы радость господня поднялась в вашем сердце я хочу сказать что в этой жизни у нас есть несчастье проблемы многое происходит и что вы тогда делаете если случается что-то плохое что вы делаете вы обращаетесь внутри себя вы обращаетесь к слову божьему вы обращаетесь к своему духу вы обращаетесь к истине духа к тому что он говорит в слове об искуплении о вашем исцелении о ваших финансах о ваших детях вы можете найти писание которое выведет вас из любой ситуации но если вы не знаете какое то место писания вам нужна помощь а если вы его знаете тогда вы должны подчиниться ему произносить его не позволять депрессии или унынию приходить потому что радость господня которая является духовной силой является плодом духа любовь радость мир она в вас если вы рождены свыше и вам нужно подчиниться ей как стать таким сильным чтобы когда придет проблема не сдаться и не отступить оставайтесь сильными нельзя жить игнорируя бога делая все что угодно и не проводить время в его слове не ходить в хорошую церковь где вы слышите хорошее учение или не слушать записи нет так нельзя делать вы должны бодрствовать вы храните радость господню проводя время в слове божьем это плод духа вы не отрываете глаз от слова божьего и того что он говорит вам о вашем освобождении и тогда вы сможете поддерживать радость господню даже испытывая атаки слава богу это правда не имеет значения какая проблема финансы болезнь или семья радость господня это ваша сила и когда вы пребываете в слове божьем храните его перед глазами у вас будет вера потому что вера приходит от слышания а слышание от слова божьего вы делаете выбор скажу вам если вы не проводите время в слове божьем это плохой выбор ты укажешь мне путь жизни полнота радости пред лицом твоим так что мы знаем откуда получить радость блаженство в деснице твоей во век это псалом 15 11 нам не нужно грустить мы можем радоваться я скоро вернусь это изучение плодах духа который мы сейчас проводим очень сильно помогло мне поддерживать уверенное и постоянное хождение в вере потому что если вы позволяете дьяволу украсть вашу радость вам нечем будет бороться каждый плод играет свою роль подумайте о том как вы могли бы изменить свою жизнь если бы ваши мысли всегда несли в себе радость господню если бы вы подчинились плодам духа а поскольку внутри вас это есть вы это можете но если вы не знаете что находится внутри вас вы этим не воспользуетесь поскольку вы рождены свыше плоды духа находятся в вашем возрожденном духе и вы можете подчиниться им в любое время любовь, радость, мир, благость, милосердие, верность, кротость и сдержанность все это есть в вас после вашего рождения свыше внутри вас нет никакого проклятия только благословения но вам нужно узнать как этому подчиняться закажите сегодня наши материалы пакет исцеления и другие книги напишите нам по адресу который вы сейчас видите на своем экране я помолюсь за вас отец я молюсь за каждого человека во имя Иисуса помоги им Господь покажи им откроем плоды возрожденного духа во имя Иисуса чтобы они знали что находится внутри них и чтобы они могли ходить в победе если вы еще не приняли Иисуса Господом в своей жизни этих плодов еще нет в вашем духе там есть плоды другого сорта потому что эти плоды исходят из возрожденного человеческого духа после нашего рождения свыше почему нам нужно родиться свыше если вы спрашиваете то вы еще не в этом состоянии мы рождаемся свыше потому что Бог хочет чтобы у нас была жизнь вечная жизнь в нас когда мы рождаемся в естественном мире внутри нас нет этой вечной жизни у Бога есть жизнь у Него есть путь для вас чтобы вы пребывали в победе любовь радость мир долготерпение все плоды духа все время так что получите свои а когда получите слушайтесь это Глория Копланд напоминает вам что Иисус Господь помните вчера мы говорили о радости Господней Макларен великий учитель Слова Божьего сказал существует лишь один источник постоянной радости которая владевает всеми уголками нашего сердца наполняя их а именно любовь к Богу если Бог является счастьем нашей радости и источником нашего наслаждения является общение с Ним наша радость никогда не пройдет Бог является источником нашей радости это постоянный источник это одна из рек Писание говорит о реках воды живой радость Господня это одна из рек которая течет через наше сердце и говорит с нами даже во время скорби когда все плохо когда грустно радость Господня что является подкреплением для нас слава Богу пророк Неемия говорит о силе побеждать и Грег Соуджек это цитирует сила побеждать главное свойство радости и это место в Писании говорит о том что радость пред Господом подкрепление для вас поэтому если что-то происходит не позвольте этому отнять у вас вашу радость молитесь делайте все что нужно чтобы это было правильно и если это неправильно что вы делаете вы позволяете дьяволу овладеть вашей радостью не позволяйте дьяволу украсть вашу радость он вор но радость Господня наша сила а сила побеждать это главное свойство радости если вы умеете поддерживать свою радость вы можете сохранять победу в любой ситуации в Евангелии от Иоанна в 16 главе Иисус сказал я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет у вас он сказал это ученикам перед уходом радости вашей никто не отнимет у вас мы не должны никому и никакой ситуации позволить отнять у нас нашу радость у нас есть Слово Божье о том что ни у кого нет власти чтобы отнять нашу радость Иисус сказал, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». У нас тот же Спаситель, что был у тех учеников. У нас те же самые обетования, та же самая сила. И радость принадлежит нам в любой ситуации. Вы скажете, «Это очень печальная ситуация». Печальные вещи происходят. Но что мы делаем? Мы держимся за радость Господню и остаемся сильными. Радость Господня – наша сила. Иисус сказал, «И я увижу вас опять», сказал Он своим ученикам, а мы остаемся Его учениками, слава Богу. «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Не позволяйте никому отнимать у вас радость Господню во имя Иисуса. «Радости вашей никто не отнимет у вас». Я скажу так, человек этого не давал, и человек не может это отнять во имя Иисуса. Писание говорит нам, «Просите и получите». Это Евангелие от Иоанна, 16, 24. «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Так что это Божья воля для нас – просить и получать, чтобы наша радость была полной. Радость – это воля Божья в вашей жизни. И если вы не ходите в радости, вы могли бы это делать, потому что желание Бога в том, чтобы мы жили и ходили в радости. И мы можем иметь победу. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Но радость помогает нам поддерживать веру в Слово Божье и не отступать. Когда вы теряете радость, вы теряете свою защиту. Так что радость – это наша защита, слава Богу. Не думаю, чтобы я когда-нибудь об этом раньше думала, но это правда. «В радости будете черпать воду из колодцев спасения». Это Исаии 12, 3 в новом международной версии перевода. Псалом 15, 11. Там сказано, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим» или в твоем присутствии. Блаженство в деснице твоей вовек. Мы должны иметь полноту радости, и мы должны иметь блаженство вовек. Это воля Божья. Почему же тогда в этом ходят не все верующие? Потому что сатана приходит и лжет. Он все искажает. И он говорит вам, что Бог вас не любит. Говорит, что Он о вас не заботится. Он снова и снова врет. На этот раз ты не получишь исцеления. Ты потеряешь работу, ты потеряешь жилье, что процветание не для тебя. Это ложь от дьявола. И это противоположно тому, как мы должны жить. Мы должны жить на основании «Бог мой да восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе». Здесь, на земле. То, что происходит на земле, не должно никоим образом влиять на нас, потому что мы получаем от Его богатство в славе. Аллилуйя. Слава Богу. Разве это не прекрасно? Нам не нужно жить в экономическом спаде, депрессии, болезни, кризисе, во всем том, что происходит вокруг, во всех несчастьях. Мы не должны позволить этому отнимать нашу радость. У нас есть помощь на небе. Радость Господня – наша сила. Как поддерживать радость в бедах и испытаниях? Вы поддерживаете ее тем, что настраиваете свои глаза и уши на Слово Божье. Вы настраиваете свое сердце на то, чтобы слушаться Слово Божье, говорить то, что говорит Бог, говорить не о проблеме, а пребывать в вере, основанной на Слове Божьем. Вот откуда приходит вера. Если это финансовая проблема, то Бог мой да восполнит всякую мою нужду по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Да, но ты потерял работу. По богатству Своему в славе Христом Иисусом. Бог мой восполнит мою нужду. Да, но у тебя то или это... Бог мой восполнит мои нужды. Понимаете, для того, чтобы получить освобождение, мы должны в разуме быть настроенными на небеса. Наша жизнь не должна быть отражением того, что происходит здесь, на земле. Нет. Наша единственная поддержка, чтобы иметь здоровье и благословение, базируется на небесах. Там нет экономических спадов или кризисов. Там нет недостатка, там нет грусти, печали. Иисус Господь, аллилуйя. Он Господь моей жизни, и Он Господь вашей жизни. Полнота радости пред лицом Твоим. Разве это не великолепное местописание? Вы скажете, я не видел Бога, не был в Его присутствии, я не видел Его проявления. А сколько времени вы проводите с Ним? Сколько времени вы проводите в Его Слове? Как сильно вы надеетесь? Это и есть вера. Как сильно вы надеетесь увидеть движение Бога в ваших интересах? Как вы становитесь человеком, который надеется? Вы проводите время, размышляя над Словом Божьим, веря Ему и произнося Его? Бог мой да восполнит всякую мою нужду по богатству Своему в славе Христом и Иисусом. В книге Исаии 12.3 сказано, «В радости будете черпать воду из колодцев спасения». Это 12 глава, 3 стих книги Исаии в новой международной версии. В Библии говорится, что радость Господня – это наша сила. И здесь сказано, что в радости вы будете черпать воду из колодцев спасения. Это Исаии 12.3. Радость Господня – это очень дееспособная и мощная сила. Это один из плодов Духа. Она исходит из вашего Духа и применима к вашей ситуации. Вы скажете, «Но я в депрессии, угнетенный». Преодолейте это, обратитесь к Слову, произносите его, начните называть то, что принадлежит вам во имя Иисуса. И Иисус сказал, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше». Это уже после воскресения, когда Он воскрес из мертвых. И радости вашей никто не отнимет у вас. После воскресения, и это уже произошло, как мы прекрасно знаем, мы рождены свыше, исполнены Духа, мы верим в Бога. Мы никому не должны позволять отнимать нашу радость. Подумайте о том, что Он сказал. «И радости вашей никто не отнимет у вас». Из этого можно понять, что всякое будет происходить. Знаете, в большинстве случаев дьявол действует через людей. Здесь сказано, что радость Господня все уладит. Она будет пребывать с вами. Она об этом позаботится. «В радости будете черпать воду из колодцев спасения». Радость сильная, мощная. Иисус сказал, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше. И радости вашей никто не отнимет у вас». Радость находится внутри нас. Радость – это плод Духа. Она рождена в нас. Она пришла с небес. Она очень сильна. Радость Господня – наша сила. В 24 стихе сказано, «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 22 по 24 стихи. Ответ на молитву наполняет ваше сердце радостью. Аллилуйя. Ответ на молитву приходит от вашей веры к Богу. Я не знаю, во что вы верите в своем сердце. Но если вы посмотрите на себя и задумаетесь, вы поймете, во что вы верите. Что вы говорите. То, что вы говорите, и есть то, во что вы верите в своем сердце. Если у вас финансовые проблемы, и вы говорите о проблемах, и когда кто-то звонит, вы говорите, «Не знаю, что мы будем делать, я потерял работу, надежды на другую работу нет». Или говорите что-то в этом роде, то именно в это вы верите в своем сердце. Будет ли это работать вам во благо? Нет. У вас это получится? Это не получится. Что вы тогда делаете? Вы меняете то, что говорите. Если кто-то спросит, как у вас дела, или вы нашли работу, что вы говорите, если это не произошло? Я верю, что уже получил ее. Фактически, я верю, что получил самую лучшую работу, какая у меня когда-либо была. Я верю, что получу повышение по сравнению с тем, что у меня было. Что это? Это слова веры. Это то, что вы берете то, что вам принадлежит. И говорите это, потому что у вас есть власть в имени Иисуса, если вы рождены свыше. Если вы не рождены свыше, этой силы в вас нет. И это не произойдет с вами. Я не говорю, что с вами не произойдет ничего хорошего. Но я говорю, что вы не будете ходить в победе, потому что сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Вам нужно родиться свыше, чтобы поставить себя в такое положение, когда ваша вера будет работать. Я скажу вам, не буду ждать конца передачи. Если вы еще не рождены свыше и хотите измениться, примите Иисуса Господом в своей жизни и скажите Иисус. Это то, что сказала Ему я. «Да, войди в мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Мы с Кеннетом были разорены, мы были в долгах, мы не могли оплачивать счета, у нас ничего не было. Как с таким справиться, когда ничего нет? И есть счета. Не знаю, как мы справились. И я попросила Господа, войди в мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Я не имела ни малейшего понятия, что он сделает. Но скажу вам, это была хорошая жизнь. У Бога для вас запланированы хорошие вещи. Встаньте в вере, чтобы в вашей жизни начало проявляться все хорошее, что Бог хочет для вас сделать. Мы говорим о Слове Божьем. Радость Господня – наша сила. Вы должны говорить, исходя из вашей силы, а не из неверия. Говорите слова веры и слова жизни относительно вашей ситуации. Постоянно говорите в поиске работы. У меня будет лучшая работа, какую я только имел. Для меня это продвижение вверх. Я рад, что у меня продвижение вверх. Это продвижение. Если вы потеряли работу, то говорите, для меня это повышение, продвижение. Чтобы дьявол не говорил вам, что это не получится, вы начните говорить то, что вы хотите, чтобы произошло. Говорите это, говорите. И не говорите ничего другого. Иисус сказал, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Это Евангелие от Иоанна, 22-24. Мы это читали. Чтобы радость ваша была совершенна. Такова его воля для нас, чтобы наша радость была совершенной и полной. Ответ на молитву наполняет ваше сердце радостью. Радость – это результат любви к Богу и любви, простирающейся к человеку. Мы любим Бога. И вот способ, как определить, любим ли мы Бога. Это исполняем ли мы то, что Он говорит. Если вы любите Бога, в вашей жизни будут проявления Его любви. Если вы исполняете то, что Он говорит в Своем слове, придет благословение. Это всегда было необходимым условием для того, чтобы принимать. В Ветхом Завете, если они делали то, что Он говорил, они были благословлены при входе и при выходе. Не имело значения, какой перед ними был враг. Не имело значения, что происходило в естественном мире. Они были благословлены, если исполняли то, что Он говорил. Что происходило, если они отказывались слушаться? Ничего. Они не получали благ. Они не получили землю обетованную, пока не подчинились. Они не одерживали побед над своими врагами, пока не стали слушаться. Тоже относятся к нам с вами. Мы получаем, потому что позволяем Богу быть Богом. Как Он может благословлять нас, если мы служим дьяволу? Или неправильно поступаем и действуем против Его Слова? При таких обстоятельствах благословлять нас не является Его волей. Он хочет благословлять нас, поэтому Он сказал нам в Своем Слове, что нужно делать и как получать ответы на свои молитвы, чтобы наша радость была полной. Радость – замечательная вещь. Радость является результатом любви к Богу, любви к человеку. Его Слово приносит радость. В Евангелии от Иоанна 15, 16 сказано, что мы поставлены, чтобы приносить плод. Если мы не приносим плод, мы не пребываем в Божьей воле. «Обретены слова Твои», книга Еремия 15, 16, «и я съел их». Это значит, что я вкусил от них. Я хранил их перед своими глазами, вкладывал их в свои уста, и я съел их. «И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Обретены слова Твои», – сказал Еремия, – «и я принял их, съел их. И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Савауф». Вот как говорит Победа. Посмотрим послание Иакова, первая глава. Я думаю, у нас еще есть время разобрать это место. Это хорошее местописание. Я начну с этого. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». С радостью принимайте. Что вы делаете, когда приходит искушение? Вы сбиты с ног? Нет. Вот что вы делаете. С великой радостью принимайте. И вот почему вы полны радости. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Из этого мы понимаем, что не все будет происходить мгновенно. Это было бы прекрасно, не так ли? Но знаете, иногда вы проводите 10, 20, 40, 50 и больше лет, приводя свою ситуацию и свои обстоятельства в то состояние, в котором они находятся теперь. А вам хочется, чтобы Бог уладил это все за 24 часа. Это было бы хорошо. Я бы тоже так хотела. Но обычно все получается по-другому. Но если мы начнем высвобождать свою веру, Бог начнет переворачивать, менять те ситуации, которые долгое время были другими, которые мы давно сами создали. И Бог начнет действовать. Давайте будем учитывать это, читая, что «С великой радостью принимайте, братья мои». Считайте это радостью. Вот почему вы считаете это радостью. А не потому, что вам нравятся беды или проблемы, а потому, что здесь есть ответ. «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Или испытания, злоключения, искушения. Другими словами, когда у вас что-то идет плохо, считайте это радостью. Не сдавайтесь, не бросайте, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Слава Богу, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. Это прекрасное место. Вы знаете, что испытание вашей веры производит терпение. Но вы знаете, что внутри вас есть терпение. Это духовная сила. Она находится в возрожденном человеческом духе, как любовь, радость, мир, терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Знаете, когда вы проходите испытания, злоключения, но пребываете в терпении, не бросаете, не сдаетесь, вы чему-то учитесь. Чему вы учитесь? Вы учитесь тому, что вы можете это сделать во имя Иисуса. И учитесь тому, что вы можете одержать победу во всех ситуациях. И вы возрастаете. Я не рекомендую испытания и искушения. Никто их не хочет. Но если это происходит, что мы делаем? Мы справляемся с этим. Мы слушаемся Бога. Мы высвобождаем свою веру. Если же у кого из вас недостает мудрости, это написано в пятом стихе, то есть если вы не знаете, что делать, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Он не будет попрекать. Он не скажет, «Ну ты глупец, сам в это влез, сам и вылезай». Нет, он не будет упрекать. Здесь сказано, «Если же у кого из вас недостает мудрости, просите и дастся ему». Но допросит с верою. Вот какое требование. Немало не сомневаясь. Не сомневайтесь. Пусть вас не трогает то, что вы слышите или видите. Стойте на основании Писания. Стойте, чтобы это ни было. Будь то исцеление, будь то процветание, будь то семья, любой вопрос. Найдите место Писания. Встаньте на основании их и не сомневайтесь. Так работает вера. И вы получите ответ. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Если вы верите Богу относительно исцеления, когда приходят симптомы, не сомневайтесь. Восстановите то, во что вы верили. Стойте на Слове Божьем. Именно так работает вера. И так она принимает. Я вернусь через минуту. Мы предлагаем вам сегодня заказать наши материалы. Это очень важно. Не могу передать вам, насколько понимание плодов Духа благословило меня. Это благословит и вас. Вы найдете намного больше деталей, чем мы можем охватить здесь, на телевидении. Заведите себе специальный раздел в вашей библиотеке. Учите этому своих детей. Подумайте, если бы мы с вами могли знать то, что они могут узнать сейчас, изучая плоды Духа и другие темы от Бога, это было бы чудесно, правда? Поэтому учите своих детей. Это так важно. Они не слишком маленькие, чтобы знать это. Эти духовные силы находятся в вас, и они сильны. И если они рождены свыше, они есть и в них, и они сильны. Изучайте их. Отец, я молюсь за каждого человека, Господь. Открывай нам эти вещи и учи нас ходить в Духе, Твоими путями. Мы воздаем тебе всю славу во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Примите Его благодать и процветание, которые есть для вас в избытке. Не повторяйте то, что говорят в новостях или что говорят люди в мире. Говорите то, что говорит Библия. У вас есть победа над болезнями, нищетой, горем и болью. Радость пред Господом. Подкрепление для нас. Смотрите другие передачи на тему плодов Духа. Заходите на наш сайт в интернете и читайте Слово Божье. Принимайте его. Берите его. Оно подкрепит вашу веру, поможет вам оставаться сосредоточенным на Слове Божьем. Это Глория Копленд напоминает вам, что Иисус Господь. Здравствуйте. Я Глория Копленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня мы будем говорить о радости. Мы имеем радость. Если мы рождены свыше, радость является частью нашего возрожденного духа. Мы знаем, что радость пред Господом подкрепление для нас. Словарь Вебстера дает такое определение. Конечно, это мирское определение, но очень счастливое чувство, счастье, большое удовольствие и восторг. Это звучит хорошо, не правда ли? У радости духовная основа, поскольку радость от Духа Святого. В первом послании фессалоникийцам 1,6 говорится о радости Господней. Радость – это плод Духа. Любовь – это второй плод Духа. Она действует вместе с любовью. Если у вас нет любви, что-нибудь отнимет вашу радость. Поэтому мы любим и не позволяем ничему отнимать у нас радость. Мы скоры на прощение, скоры на послушание. Радость Господня – наша сила, сказано в одном из переводов. Поэтому это очень важный плод Духа. И номер три – радость пред Господом подкрепление для вас. Это книга Ниемии 8,10. Грег Соуджек сказал о радости. Сила побеждать – главное свойство радости. Радость Господня – это наша сила. Радость дает нам силу побеждать. Подумайте хорошо. В вашей жизни, возможно, были ситуации, когда вы теряли радость, падали духом, были расстроены. И если подумать о той ситуации, то в тот момент из вас ничего не истекало. Вы были сбиты с ног, вы не высвобождали свою веру, вы не говорили Слово Божье. Так что радость чрезвычайно важна в нашем хождении. Мы поддерживаем радость Господню все время. Все плоды приходят от того, что мы питаемся Словом Божьим, храним его перед своими глазами и вкладываем в свои уши. В Псалме 15,11 сказано, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженства в деснице Твоей». Мы поддерживаем эту радость, проводя время с Господом в Его присутствии. В одном из переводов Библии, в книге Исаии 12,3 сказано, «В радости будете черпать воду из колодцев спасения». Так что мы в радости черпаем наше спасение, все, что нам принадлежит. Например, исцеление, процветание. Если у нас нет радости, мы прекращаем черпать. Мы прекращаем черпать воду, эту духовную воду. Когда есть радость, мы черпаем воду, черпаем благословение. Мы черпаем здоровье из колодцев спасения, как сказано в Исаии 12,3, в одном из переводов. А Иисус сказал, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше». Он говорил это ученикам перед своим уходом. «И радости вашей никто не отнимет у вас». Одну только этой фразой он сказал ученикам, что если мы никому не позволяем отнять у нас радость, никто не сможет это сделать. Никто не сможет отнять вашу радость, если только вы ее не отдадите. Хорошо, правда? Это хорошо знать. Человек не давал ее, и человек не может ее отобрать. Но вы можете ее отпустить. Итак, мы поддерживаем радость Господню, проводя с Ним время, храня Слово Божие перед своими глазами и в своих ушах, подчиняя Слову и говоря Слово, а не то, что говорится в новостях, в мире, или то, что говорят люди, так как это отнимает вашу радость. Если, смотря новости, вы не можете сохранить радость, тогда не смотрите их. Вместо этого читайте Слово Божье. Если что-то важное случится, вы и так об этом узнаете. Человек не давал радость, и человек не может ее отобрать. Человек не давал радость, и не может ее отобрать, если только мы сами не отпустим ее. Я не собираюсь отпускать мою радость. Мне нравится жить в радости. Я не хочу жить в печали, подавленной. Я хочу иметь победу. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. А на веру влияет радость. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Это Божья воля, как видите. Так здесь написано. Это Божья воля, чтобы наша радость была совершенной. Это в Евангелии от Теоанна 16, 22, 24. Ответ на молитву делает нашу радость совершенной. Это Божья воля для нас, чтобы мы были полны радости. Нам не следует грустить, нам следует радоваться. Если вы живете в печали, вы делаете что-то неправильно. Радость – это результат любви к Богу и любви к человеку. Евангелие от Теоанна 15, с 10 по 14 стихи. Возможно, мы это уже читали, но я прочитаю еще раз. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, говорит Иисус, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Из этого Писания мы знаем, что это Божья воля, это слова Иисуса. Это Божья воля, чтобы вы исполняли Его Слово, пребывали в Его любви, и чтобы в вас пребывала ваша радость. И это Его воля, чтобы ваша радость была полной. Если ваша радость несовершенна, вы делаете что-то неправильно. Если вы делаете все правильно, ваша радость будет совершенной. Если вы ходите верой, если говорите то, что говорит Бог, если вы держите Слово Божье перед своими глазами и вкладываете его в свои уши, позволяете Ему войти в ваше сердце и остаться там, а затем исходить из ваших уст, вы можете поддерживать радость и веру в любой ситуации. Слава Богу! «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет», сказал Иисус, «и радость ваша будет совершенна». А затем Он сказал следующее, это в том же отрывке, «Сияет заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». У вас не будет совершенной радости, если ваша любовь несовершенна. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Слава Богу! Все плоды собираются и действуют вместе, и все они проявляются благодаря любви Божьей. Если вы не ходите в любви, кто-то украдет вашу радость. Что-то происходит, если кто-то плохо с вами поступил или сказал вам что-то плохое, вы прощаете, вы ходите в любви, в противовес вашим врагам, вашим противникам, любому человеку, делающему вам зло. Вы ходите в любви и прощаете им. И ваша радость может пребывать в вас. Дьявол не может украсть вашу радость, если только вы сами не отдадите ее. И в словаре Вебстера дается естественное объяснение радости. Это очень счастливое чувство, счастье, большое удовольствие и восторг. Но в Библии сказано, что это духовная сила. Любовь, радость, мир. Все это есть в вашем духе. Аллилуйя. Это плод вашего возрожденного духа, как и любовь. Существует лишь один источник постоянной радости, говорит Макларен, который овладевает всеми уголками нашего сердца, наполняя их, а именно любовь к Богу. И если Бог является счастьем нашей радости и источником нашего наслаждения является общение с Ним, наша радость никогда не пройдет. В книге Неемии 8.10 сказано, «Радость пред Господом подкрепление для вас». Если вы сегодня грустны, подавлены, если вы жалеете себя и все выглядит в черном цвете, значит, вы не пребываете в радости Господней. И что вам тогда делать? Вы каетесь, берете Библию, начинаете питаться писаниями о радости, начинаете питаться Словом Божьим, писаниями о вере, и вы освобождаетесь. Это Божья воля для меня, чтобы я был полон радости. Это Божья воля для вас быть полным радости. Это ваша сила. Иисус сказал, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас, слава Богу». Так Он сказал ученикам. Радости вашей никто не отнимет у вас. Вы не должны позволять ни человеку, ни обстоятельствам отнимать у вас радость. Если кто-то вас обидел, как вы сохраняете радость? Как вы не даете никакой ситуации украсть у вас радость? Что вы делаете? Это легко, и мы это можем. Прощайте, если что имеете на кого. Если кто-то плохо с вами поступает, вы прощаете его, вы можете обойти эту ситуацию и уйти свободным. Обойти. Молитесь. Вот Писание, которое согласуется с этим. Иисус сказал, молитесь загонящих вас. Так что, когда вас обидели, когда вас преследуют, с вами плохо обошлись, если вы хотите быть свободными от этого, простите этих людей и уйдите. И будьте целостны. Человек не дал вам радость, и человек не может ее отобрать. Иисус сказал, «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Человек не давал вам радость и не может ее отобрать. Он также сказал, «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Это сказано здесь же, в Евангелии Туана, 16 глава, с 22 по 24 стихи. Это воля Иисуса, чтобы наша радость была совершенна и чтобы мы получали ответы на молитвы. «Радость – это результат любви к Богу и любви к человеку. Его Слово приносит радость». Нам предопределено приносить плод, и мы приносим плод в радости. Давайте посмотрим Евангелие Туана, 15 главу. Я это уже читала, но давайте еще раз вернемся к этому. 10 стих. «Если заповеди Мои соблюдете…» Вот секрет радости. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей». Божья любовь прекрасна. Она воздействует на все аспекты нашей жизни, на наше исцеление, наше процветание, на все. «Если заповеди Мои соблюдете, если будете выполнять то, что Бог говорит в Своем Слове, вы будете пребывать в любви. Если заповеди Мои соблюдете, «Прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сии сказал я вам, да радость моя в вас пребудет». Значит, если вы исполняете заповеди и слушаетесь Бога и пребываете в Его любви, Его радость пребудет в вас, и радость ваша будет совершенна. «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Бог хочет, чтобы мы соблюдали Его заповеди. Он всеми силами старается нам во благо. Он всегда старается делать нам добро. Он говорит нам, что делать, чтобы мы могли иметь радость в жизни. Все, что Бог говорит нам в Своем Слове, действует нам во благо и к радости. Так что, когда мы исполняем то, что Он нам говорит, пребываем в Его любви и соблюдаем Его заповеди, тогда, как Иисус сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». И вот наша ключевая заповедь, как вы прекрасно знаете. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Это не просто капелька любви. Это не очень много любви. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Поэтому слушаться Бога очень важно для нас. Мы будем ходить в Его благословение. Мы будем жить в Его приумножении. Наша радость может быть совершенной. Аллилуйя. Наши нужды будут восполнены. Разве это не прекрасно? Так что наша радость в том, чтобы ходить с Богом, делать то, что Он говорит. Его путь успешен. И никакой другой путь не успешен так, как Божий. Что это значит? Если я буду послушна Богу, я буду ходить в любви. Любовь не раздражительна, не капризна и не обидчива. Она не защитывает причиненного ей зла, не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется несправедливости и неправде, но радуется, когда побеждают справедливость и истина. Любовь никогда не терпит поражения, слава Богу. Плоды Духа – это наш возрожденный Дух. И когда мы подчиняемся нашей новой природе после рождения свыше, когда мы ей подчиняемся, мы можем ходить в любви. Мы можем ходить в мире и во всех других плодах Духа. В книге Еремии 15-16 говорится, «Обретены слова Твои, и я съел их. И было Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Савауф». Здесь мы видим, что Слово Божие – это источник радости. Как это получается? Потому что оно благое, оно благословенное. В нем сказано, что я исцелен. Оно говорит, что я процветаю. Здесь сказано, что я имею любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Это хорошо. Аллилуйя. Любовь Господня приходит к нам на помощь во время испытаний и искушений. Так написано в Иакова в 1 главе со 2 по 4 стихи. Она дает нам способность побеждать. Давайте посмотрим это место. В послании Иакова 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии, радоваться. То есть он обращается к церкви. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Здесь речь идет об испытаниях. «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Почему? Потому что радость выведет вас и принесет вам победу. Знаю, что испытания вашей веры... Радость и вера действуют вместе. Испытание вашей веры производит терпение, слава Богу. Сказано, терпение же должно иметь совершенное действие. Знаете, не все решается за одну ночь. Иногда вы годами что-то делали неправильно. А затем вы обратились к Богу, помолились, и теперь хотите, чтобы все было сделано за одну ночь. Это может занять и не одну ночь, но это будет сделано. Если вы будете верить Богу, Бог изменит любую ситуацию в вашей жизни, но для этого нужно терпение. Эта сила не поддается обстоятельствам и не уступает испытаниям. Вот что нужно – духовное терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Во время испытаний или искушений просите мудрости. Мудрость выведет вас из этого. Вы скажете «Да, но вы не понимаете, все плохо». Мудрость выведет вас из этого положения. Бог покажет вам, как выйти из положения, если вы верите Ему и полагаетесь на Него. Но допросит с верою. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Но допросит с верою. Не сомневайтесь, когда просите о мудрости или еще о чем-то. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вот что следует запомнить. И вы не хотите быть таким. Человек с двоящимися мыслями, это в послании Иакова 1.8, не тверд во всех путях своих. Человек с двоящимися мыслями думает по-разному. Сегодня у него есть вера, а завтра он пребывает в неверии. И в 12 стихе сказано, «Блажен человек, который переносит искушение». Такой человек не сомневается, он благословенный. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Так что испытания, несчастья и искушения приходят ко всем. Одни из них благословенны, а другие нет. Человек, который остался преданным и выдержал давление той ситуации, испытания и искушения, он прошел их. Он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот интересное местописание. Здесь сказано, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого». Не Бог является вашей проблемой. Не Он принес искушение и испытание. Но Он поможет вам избавиться от испытания или искушения, если вы останетесь верным, останетесь в вере. Не сомневайтесь, не говорите слова неверия, не говорите, «Я этого никогда не получу», не говорите, «Не думаю, что когда-нибудь исцелюсь». Говорите, «Я исцелен». Когда вы молитесь, запомните одну только эту вещь, и вы будете получать результаты. Что вы делаете, когда молитесь? В Писании сказано, «Верьте, что получите, и будет вам». Нельзя молиться молитвой веры, а затем развернуться и говорить, «Не думаю, что я это получу, боюсь, я от этого умру». Это не вера. Вы отошли от веры. Вы не приняли силу, чтобы стоять против искушения. Что вы говорите, то и произойдет. И Господь говорит здесь то же самое. Слава Богу! Блажен человек, который переносит искушение или испытание. «Потому что...» Потому что... Я не могу прочитать написанное, здесь столько много отметок. «Быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его». Библия говорит, что если вы любите Бога, вы будете делать то, что Он говорит. В послании Иакова сказано, что нам обещано венец жизни. Это включает процветание, исцеление, мир, любовь, радость, мир. Все плоды Духа обещаны нам. И мы берем их верой. Мы принимаем их. Что мы делаем? Когда мы молимся, мы верим, что получаем это. Мы принимаем это. Мы это имеем. И это будет проявляться. Я сейчас вернусь. Вы в одном шаге от решения, чтобы принять любовь, радость, мир, все плоды Духа. Они приходят при рождении свыше. Если вы еще не рождены свыше, вы останетесь в своем положении. Вам придется жить самому всю жизнь. Но вы могли бы родиться свыше, и ваш дух изменился бы по образу Божьему. На вас сошло бы Божье благословение, для чего нужно только одно решение. Если вы примете Иисуса Христа, и если вы скажете Ему, «Иисус, я принимаю тебя Господом в своей жизни. Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Именно так сказала я. Я ничего не знала о Слове Божьем, когда родилась свыше. Я ничего ни о чем не знала, когда родилась свыше. У нас были проблемы. Мы были в долгах. У нас вообще ничего не было. Наши нужды не были восполнены. И я сказала Господь. Я попросила Его взять мою жизнь и сделать с ней что-нибудь. Но я понятия не имела, что все будет именно так. Но это была прекрасная жизнь. Я родилась свыше. Все начало сразу же меняться в моей жизни и в жизни Кеннета. И это работает. Поэтому, если вы еще не приняли Иисуса Господом в своей жизни, и хотите измениться, просто скажите, «Иисус, я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Это очень легко. Это просто. Бог сделал это простым. Иисус выполнил всю тяжелую часть. Отец в Иисусе выполнил всю тяжелую часть. А для нас это легко. И если сегодня вы приняли такое решение, мы хотели бы выслать вам наши материалы, рассказывающие о том, что с вами произошло. Это всего лишь начало всего того, что было сделано для вас. Так что постоянно читайте Библию. Заказывайте материалы, чтобы возрастать. После рождения свыше нам нужно возрастать. Эти материалы бесплатные. Мы будем рады выслать их вам. Читайте Библию. Берите из нее как можно больше. Изучайте материалы. Вы можете заказать их по интернету или по адресу, который вы сейчас видите на экране. Мы будем рады выслать это вам. Присоединяйтесь ко мне завтра. Мы узнаем, как изменить свою ситуацию силой Божьей любви. Не пропустите этого. До встречи. Это Глория Коупленд напоминает вам, что Иисус – Господь. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня мы говорим о радости. В одном из переводов сказано, что радость Господня – наша сила. И мы обратимся к посланию филиппийцам. 4 глава, 4 стих. Филиппийцам 4.4. Это в Новом Завете. Вот что от нас ожидается. В расширенном переводе сказано «Радуйтесь в Господе всегда». Видите это слово «всегда»? Оно означает «всегда». «Наслаждайтесь, веселитесь в Нем». И снова говорю «радуйтесь». В одном стихе Он дважды говорит нам, чтобы мы радовались. Павел пишет филиппийцам и говорит им «Радуйтесь в Господе всегда». «Наслаждайтесь, веселитесь в Нем». И снова говорю «радуйтесь». Радуйтесь в Господе всегда. Веселитесь в Нем. И снова говорю «радуйтесь». Пусть все люди знают, воспринимают и узнают вашу доброжелательность и тактичность, ваш сдержанный дух. Господь близок. Он скоро придет. Если Он тогда должен был прийти и скоро, то сейчас Он уже точно скоро придет. Это место было очень важным для меня. Когда я начала все это узнавать, у нас с Кеннетом были проблемы. Мы были в долгах. Многое было неправильно. И мы хотели это изменить в те далекие дни. Не то чтобы я не знала, как это бывает. Я знаю. Это приносит большое давление. Но вот что говорит Писание, послание к филиппийцам 4, 6. Независимо от давления или ситуации, не раздражайтесь и ни о чем, это расширенный перевод Библии, не переживайте. И что это нам оставляет? Ничего. Не раздражайтесь и ни о чем не переживайте. Но вместо этого, вот что нужно делать. В любой ситуации и во всем, через молитву и прошение, с благодарением, постоянно открывайте Богу свои желания. В синодальном переводе сказано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, здесь сказано, соблюдет, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это сильное слово. Я прочитаю это еще раз, а потом продолжу, не останавливаясь. Послание филиппийцам 4.4. Радуйтесь в Господе всегда, веселитесь в Нем, и снова говорю, радуйтесь. Мы должны излучать радость как в хорошие времена, так и в плохие. Пусть все люди знают, воспринимают и узнают вашу доброжелательность и тактичность, ваш сдержанный дух. Господь близок, Он скоро придет. Не раздражайтесь и ни о чем не переживайте. Знаете, что это означает? Не беспокойтесь об этом. Делайте все, что в ваших силах, чтобы все было правильно. Верьте Богу, переложите заботы на Господа и откажитесь беспокоиться об этом. Не раздражайтесь и ни о чем не переживайте. Но в любой ситуации и во всем, через молитву и прошение, с благодарением, постоянно открывайте Богу свои желания. И Божий мир будет вашим. Мир. Слово «мир» в Ветхом Завете означает, что все целое, все в целости и ничто не разрушено. И Божий мир будет вашим. Это безмятежное состояние души, уверенной в своем спасении через Христа и настолько не имеющий опасений по отношению к Богу и удовлетворенный своим земным уделом, каким бы он ни был, что мир, который превышает всякое понимание, будет охранять и ограждать ваши сердца и мысли во Христе Иисусе. Хорошо верить в нечто большее, чем у вас есть, но не позволяйте этому украсть у вас мир. Вера работает верой в Бога. Вера верует, что Бог что-то делает. Это значит верить в то, что говорит Слово Божье. Если это касается исцеления, то это вера в то, что ранами его вы исцелились. Вера верит в то, что Бог уже что-то предпринял. Если во время молитвы мы не верим, что мы это получаем, как говорится в Писании, тогда мы не пребываем в вере. Если же мы верим, что получаем, когда молимся, тогда мы считаем, что у нас это есть. Поэтому мы не будем угнетенными, не будем грустными. Мы будем верить, что получаем и будем благодарить за это Бога. Поэтому после молитвы начните прославлять Его и благодарить за то, что у вас это уже есть. И не впускайте грустных чувств о нехватке или недостатке, или о том, что у вас чего-то нет. Мы этого не добьемся. Вера так не делает. Вера верит, так когда молится. Вера говорит, мы имеем это сейчас. И вера берет это. Мы не лишаемся мужества. Иногда нужно время. Знаете, когда мы только заинтересовались Словом Божьим, мы многого не знали. Но у нас были долги, которые нужно было оплатить, и мы этого не могли. Это было очень много лет назад. Дети были еще маленькие. Мы жили в крошечном домике. В нем все было маленьким и старым. И мы начали верить Богу о том, чтобы выбраться из долгов. Потребовалось 11 месяцев, чтобы мы рассчитались долгами. У нас была возможность стоять и верить Богу об оплате счетов из банка. И всех других счетов. Мы должны были это делать. Мы должны были стоять и не сдаваться. Мы должны были не отступать. Или когда вы верите об исцелении. Вы верите, что получаете свое исцеление. Вы принимаете его. И не позволяете дьяволу или вашей семье отговорить вас от этого. Радость Господня наша сила. Аллилуйя. Мы пребываем в радости. Если у вас возникла какая-то ситуация в жизни, которая приносит вам грусть, печаль, и эта печаль висит над вами, тогда вы, вероятно, не верили, что получили ответ. Потому что если вы верите, что получаете, вы изгоняете грусть и скорбь, изгоняете все отрицательное. Вы говорите, нет, я это уже имею, я имею это сейчас. Я поверил, что получил. Так вы стоите. В Писании сказано, все преодолевше устоять. Радость Господня наша сила. Хумаш, или еврейское изучение на тему радости, говорит, все делайте в радости. Противоположность радости – это ужас, страх. Вот как вы можете распознать, что враг подступает к вам. Ужас, страх, неудовлетворение, гнев, разочарование, грусть, обида, себялюбие, ранимость, ссоры или горечь. Если в вас действуют эти силы, значит, вы не поверили, что получили ответ. Вы не высвобождали свою радость. В Послании филиппийцам сказано, чтобы мы радовались. Я еще раз прочитаю Послание к филиппийцам, 4, с 4 по 7 стихи. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий хранит нас в полноте радости, в полноте ожидания. Мир такой могущественный. «И мир принимает от Бога. Он стоит на страже при нашей вере, хранит нашу веру сильной. Наконец, братья мои, что только истинно». Вот что мы должны делать, когда верим, или когда проходим испытания, или искушения, когда есть болезнь, немощь или недостаток. После того, как мы помолились и поверили, что получили, вот что мы должны делать. «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том только помышляйте». В девятом стихе сказано, «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, говорит апостол, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». «Значит, мы находим, что делать в Слове Божьем, и крепко держимся за это Слово. Мы находим Слово от Бога, которое дает нам то, в чем мы нуждаемся. «Бог мой да восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом». «И мы держимся за это. Мы не впускаем разочарования. Мы стоим в вере. Мы сеем семя. Мы верим Богу. Мы говорим, что имеем это. Я поверил, что принял свое исцеление. Я поверил, что получил свою машину. Я поверил, что получил свой дом. Он у меня уже есть. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя. Мы не отступаем. Я поверил, что получил спасение моих детей. Вот как вы молитесь за своих детей. Вы разбиваете силу дьявола над своим сыном или дочерью и говорите, «Я верю, что получаю спасение моего ребенка. Я принимаю это». Господь, направь делателей на его путь во имя Иисуса. Что мы делаем? Мы поступаем по вере. Мы сохраняем полноту нашей радости. Мы не позволяем радости отойти от нас. Бог так хочет, чтобы ваши жизни и окружения были невредимыми, что ваши мысли и радость жизни не имеют помех. Бог хочет, чтобы ваши дети были спасенными. Он хочет, чтобы у нас было все необходимое. Подумайте о небесах. Если вы хотите знать Божью волю, то там, наверху, нет недостатка, нет грусти и печали. Там все прекрасно. Нет смерти. Там столько золота, что им вымощены улицы. Это его воля, его желание. На небесах исполняется его совершенная воля. Бог хочет, чтобы на вас, на мне, на всем его народе было благословение. Бог так хочет, чтобы ваши жизни и окружения были невредимыми, что ваши мысли и радость жизни не имеют помех, чтобы вы пребывали в постоянной радости в нем и к нему, и к его благости. В Писании сказано, «Полнота радостей пред лицом твоим» или в твоем присутствии. Все естественные вещи могут присутствовать в полноте, но без его присутствия они не приносят радости. Радость — духовная сила. Изобилие при отсутствии озабоченных или раздраженных мыслей усиливает и возбуждает радость. Подумайте об Эдемском саде. Эдемский сад восхищал глаз и был наслаждением. Там все было хорошо. Там даже не нужно было варить еду. Там было просто хорошо. Они могли есть ужин прямо с дерева. Разве вам не хотелось бы знать, каким это было на вкус? Эдемский сад восхищал глаз и был наслаждением. Пища была замечательной. Если говорить о фастфуде, то это лучше просто подойдите к дереву и ешьте. Там было приятно. Окружение было приятным для глаз, для прикосновения, на вкус, на звук, на запах. Вы освобождаете радость каждое утро, проводя время с Господом. Вы должны выделить время, чтобы каждый день проводить время в слове и общаться с Господом. Просто говорите с Ним обо всем, что у вас на сердце. Молитесь за других людей, нуждающихся в молитве. С радостью планируйте свой день и его распорядок. Каждый день вы освобождаете радость. Вы освобождаете постоянно. Вы освобождаете намеренно, независимо от обстоятельств. Дьявол будет стараться украсть у вас радость. Вы знаете, почему он должен лгать нам. Все, что он говорит, — ложь. Он пытается отнять нашу радость. Если он может отнять у нас радость, он может отнять и наше имущество. Если он может отнять у нас радость, он может отнять нашу веру. Но он не получит нашей радости. Не получит нашей радости. Вера действует вместе с радостью. Аллилуйя. Любовь, радость, мир работают вместе. У вас не будет радости без любви. А она является нашей заповедью. Не случайно, что нашей заповедью является также высвобождать нашу радость. И она работает нам во благо, чтобы мы получили все необходимое для нас. Вы не будете иметь радость, если вначале не разовьете в себе любовь. Если у вас нет любви, кто-нибудь отнимет вашу радость. Любовь не засчитывает причиненного ей зла, не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Любовь помогает вам охранять вашу радость. Если вы ходите в любви, вы можете высвобождать и поддерживать радость. А в результате этого, в освобождении и поддержании радости, наступает мир, который определяется как все целое. Ничто не разрушено, все на месте. Слава Богу. Дженни Колдвелл сказала так. Если у вас нет радости, у вас нет силы. Радость Господня — наша сила. Если мы угнетены в депрессии, если мы грустны, в печали, мы не приводим в действие радость. Мы не приводим в действие веру, потому что вера действует любовью. Когда вы молитесь в вере, вы верите, что получаете это. И это приносит вам радость. Я получил это. Это у меня есть. Моя вера работает. Это исцеление приходит. Этот дом приходит. Хорошая работа приходит. Я поверил, что получила это. И я это имею. Вы пребываете в радости. И исповедуете, что она ваша. Потому что так сказано в Библии. Если вы просите во имя Иисуса, вы получаете это. Аллилуйя. Радость по-настоящему сильная. Она приносит мир. Нам сказано радоваться в Господе. Выбора нет. Это заповедь Божья. Сам Бог является основанием и предметом радости верующего. Это лечение от депрессии. Невозможно войти в радость Господню и быть в депрессии. Так не получится. Эти две вещи не работают вместе. Если вы угнетены, значит вы не верите и не принимаете радость Господню. Любовь, радость, мир работают вместе. В 104-м псалме сказано «И вывел народ свой в радости». Это не случайно. Вот как вы выходите. Они восхищались делами Божьими. Они вышли в радости. Аллилуйя. Мы восхищаемся делами Божьими и выходим в радости. Во второзаконии 28, 47-48 стихи сказано «Ты не служил Господу Богу твоему. С весельем и радостью». Они были в рабстве. Так что рабство наступает, когда нет радости. Когда радость есть, есть сила для благости и милосердия. И есть энергия. Есть сила энергии, вытекающей из вас, которая принимает все, что нужно. Во имя Иисуса. Радость – это плод Духа. Все эти плоды являются силами. Это сила Духа. Любовь – это сила. Радость – это сила. Мир – это сила. И так далее. Эти силы принимают и берут благословение Божье, в котором вы нуждаетесь. И знаете что? Каждый из этих духовных плодов – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – все они вложены в ваш возрожденный человеческий дух. Они находятся там, внутри. Просто их нужно развивать. Им нужно подчиняться. Вам необходимо найти в Слове Божьем, что принадлежит вам. Возьмите это в радости. Стойте в радости и вере, пока это не проявится. Книга Деяний 20.24, там сказано «С радостью совершить поприще мое». Если вы хотите совершить ваше поприще, войдите в радость Господню. Что происходит, когда вы грустны или угнетены? Если вы когда-то были угнетены, вы знаете, что тогда у вас нет помазания функционировать. У вас нет ничего, чтобы вы могли протянуть руку, взять это или принять. Радость Господня — наша сила. Аллилуйя! Слава Богу! Так что, когда мы в депрессии или грустны, наша радость не работает, она не действует, она не получает. Радость Господня — наша сила. Лучше нам не быть угнетенными. Лучше нам не быть грустными. Мы верим Богу. Если мы верим, что получаем, когда молимся, это означает, что мы берем это во время молитвы. А значит, вам не нужно грустить об этом. Когда вы выходите из старой машины и верите относительно новой машины, не грустите, думая, «Мне придется ездить на этом старом корыте еще один день». «Нет, вы благодарите Бога. Я поверил, что получил новую машину. Благодарю тебя за нее, Отец. Она уже есть у меня. И радость Господня — моя сила». Вот что происходит, когда вы верите, что получаете это. Если это ваше исцеление, радость Господня — ваша сила. Вы берете это, когда молитесь, а затем позволяете радости течь из вас. «Я благодарю тебя, Господь, что я исцелен. Я верю, что все симптомы болезни вышли из моего тела, и я исцелен во имя Иисуса. Я имею радость». Аллилуйя. Именно так вы поступаете. Радость — это сила. В деяниях сказано «с радостью совершить поприще мое». Библия говорит о вечной радости. В одном из переводов книги Исаии 61.3 сказано, что мы должны надеть одежду прославления. Аллилуйя. Если вы ходите в унынии, говоря о том, чего у вас нет, о том, что вы больны, и что ваши дети служат дьяволу, если вы говорите то или другое или третье, вы не даете Богу места для работы. Говорите Слово Божье относительно ваших обстоятельств. Говорите Слово Божье относительно ваших детей. Одежда прославления. Аллилуйя. Наденьте ее. В послании к Евреям 1.9 в расширенном переводе сказано, что Иисус помазан елеем радости. На нем была одежда прославления. На нем был елей радости. Аллилуйя. Это то, что должны делать и мы с вами. Ибо Царствие Божье не пища и питание, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир, когда все в целости, ничто не сломано и не разрушено. Радость. Вы знаете, что такое радость? Это счастье. Это радость. Это мир. Это благословение. Кто сим служит к Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Дальше в 19 стихе, 14 главе послания к римлянам, сказано, «Итак будем искать того, что служит к миру». Мы ищем этого. Мы не вступаем в ссоры. Где сварливость, там не устройство и все худое, сказано в Библии. Мы ищем мира, ходим в любви и ко взаимному назиданию. Мы назидаем друг друга. Слава Богу. Мы живем свободными. Мы благословлены. Во имя Иисуса. Я сейчас вернусь. Сегодня мы хотим предложить вам эти материалы. Вам нужно сесть и изучать их, а также посвятить себя изучению плодов Духа. Держите это перед своими глазами, вкладывайте это в свои уши, в свое сердце. Это большое благословение знать это и иметь веру. Вы же знаете, как приходит вера. Она приходит от слышания Слова Божьего. Когда вы это слышите и принимаете, когда вы будете течь с Духом Святым, это будет проявляться в вашей жизни. Слава Богу. Мы бы хотели предложить вам заказать наши материалы. Вы можете заказать их по адресу, который сейчас видите на своем экране. Заходите на наш сайт в интернете. Каждый плод Духа поможет вам научиться жить в процветании. И не только в финансовых вопросах, но процветать в радости, счастье, в вашей семье. Мир Божий будет охранять и ограждать вас, если вы подчинитесь миру Божьему. Божий план делает вас успешным. Он приносит вам хорошие результаты, которых вы желаете. Когда вы благословлены, вы можете быть благословением для других. Поделитесь этим с людьми. Учитесь людей с любовью, радостью и миром. Знаете, у очень многих людей сейчас нет мира. Я хочу помолиться. Отец, во имя Иисуса, я прошу тебя, Господь, за каждого, кто слушает меня сейчас. За тех, кто в мучениях и в страхе. У кого нет мира, я молюсь за них. Я прошу тебя, чтобы ты прямо сейчас проявил им себя с радостью Господней. И пусть на них сойдет мир во имя Иисуса. Я благодарю тебя за исцеление каждого человека. Будьте исцелены во имя Господа Иисуса Христа. Принимайте это. Для дополнительной информации зайдите на нашу страничку в интернете. До завтра. Это Глория Коупленд напоминает вам, что Иисус Господь. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я взволнована. Я проповедую и учу на тему о плодах Духа. Сейчас я обращаюсь к теме «Мир». Вчера я говорила о радости, но сегодня я скажу это снова, уча о мире. Посмотрим. Если ответ не возникает, не беспокойтесь об этом. Вы должны взять власть над беспокойством, сомнением и неверием. Заглушайте это. Если вы в такой ситуации, что не знаете, как вы из нее выберетесь, молитесь в Духе, найдите места Писания, стойте на них, но отказывайтесь бояться, не впускайте страх. Нельзя одновременно ходить в страхе и в вере. Страх приносит вам все плохое. Вера приносит вам все хорошее. Мы стоим, мы ищем радости Господней. Здесь сказано, «Пойдите и насладитесь избранной едой, сладкими напитками и пошлите часть еды тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот святой Господу нашему». Они празднуют. Не печальтесь, потому что радость Господня ваша сила. Нельзя быть угнетенным и унылым и одновременно верить. Мне это нравится. Если это не появляется, не беспокойтесь об этом. Это относится к миру. Сегодня я буду говорить о мире. Ты исполнил сердце мое весельем. Псалом 4,8. Если вы грустны, если вы пребываете в унынии, даже если вы счастливы, это прекрасное местописание. Ты исполнил сердце мое весельем. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего сказано в Писании. Сегодня мы поговорим о мире. Мир. Плод мира. Вот определение слова «мир». Состояние отдыха, тишины и спокойствия, отсутствие борьбы и безмятежность. Так мы с вами должны жить. Прекрасно, правда? Обычно это означает совершенное благосостояние. То есть, когда все правильно, это благословение, это результат благословения. Это включает в себя гармоничные отношения между Богом и людьми, между людьми, между народами и семьями. Иисус, как вы знаете, является князем мира. Он дает мир тем, кто призывает его для спасения. Это определение из словаря Стронга. Слава Богу! Мир – это когда соединяется то, что было разделено. Мир приходит от единения с Богом. Разве это не прекрасно? В словаре Вебстера сказано, что мир – это спокойное состояние ума. И это правда. Если вы беспокоитесь о чем-то, у вас в уме нет мира. А быть обеспокоенным – это не Божья воля для вас. Так что беспокойство – это ловушка. Беспокойство – это вор. Беспокойство – это противоположность вере. Оно украдет ваше благословение прямо у вас из-под носа, хотя оно и принадлежит вам. Нельзя беспокоиться. Что вы должны делать? Вы должны пребывать в вере. Если вы верите Богу, вы не можете беспокоиться. Если беспокойство пытается прийти к вам, вам не следует беспокоиться. Вот что я хотела сказать. Если беспокойство пытается прийти к вам, вы запрещаете ему и говорите «нет». Какое библейское слово используется вместо беспокойства? Во-первых, это неверие. Неверие ведет к беспокойству. Когда вы начинаете верить Богу, например, вы верите об исцелении, вы верите, что получаете Его, вы поступаете согласно этому, а потом вдруг вы обеспокоены, что со мной будет, как я из этого выберусь, чем это все закончится, что если я умру. Нет. Это беспокойство. Нельзя получить Божье благословение, беспокоясь. Вы получаете Божье благословение, веря, что получаете, когда молитесь. Это вера. Вы берете это, когда молитесь. В словаре Вебстера сказано, что мир – это спокойное состояние ума. Люди, знающие, о чем они говорят, называют его состоянием отдыха, тишины и спокойствия, отсутствия борьбы, безмятежность. Вебстер говорит, что это спокойное состояние ума и душевное спокойствие, базирующиеся на осознании правильных отношений с Богом. Так о мире говорит словарь Вебстера. Безмятежность, душевное спокойствие. Вам ни о чем не следует волноваться. Душевное спокойствие, базирующееся на осознании правильных отношений с Богом, означающее отсутствие. Мир означает отсутствие или конец борьбы, состояние непотревоженного, безмятежного благосостояния. Как вам это нравится? Состояние непотревоженного, безмятежного благосостояния. Мир принадлежит нам. Мир — это третий плод Духа. Любовь, радость, мир. Когда все в целости, ничто не сломано и не разрушено. Так что мир — это не просто свобода от тревоги. Мир — это все то, что приносит человеку наивысшее благо. Слава Богу! Мир означает целостность. В притчах 14.30 в одном из переводов сказано, кроткое или мирное сердце — жизнь для тела. И мы знаем, что беспокойство вызывает болезни и немощи. Почему? Потому что вы лишаетесь защиты. Вы думаете о ситуации в худшем виде, вместо того, чтобы верить в лучшее. Вы не высвобождаете веру. Вы не высвобождаете жизнь Божью в данной ситуации. Если вы поверили, что получаете, вы не можете впускать беспокойство, иначе оно украдет вашу радость и унесет ваше имущество. Кроткое или мирное сердце — жизнь для тела, сказано в одном из переводов притчи 14.30. Такое состояние мира является целью божественного и спасительного обетования и дается Божьей милостью, гарантируя освобождение и свободу от всех видов стресса, испытываемое в результате греха. Другими словами, Иисус искупил нас от проклятия, от всего, что под проклятием. В это входит все плохое, о чем только можно подумать. Недостаток, болезни, немощи, бедность. Он искупил нас от греха. Поэтому, когда мы делаем Иисуса Господом своей жизни и верим, что получаем искупление от всякого греха, тогда это нам принадлежит, и это проявляется. И это называется спасением, не просто рождением свыше, но спасением, когда вы становитесь невредимыми и крепкими во всех сферах вашей жизни. Послание спасения — это Евангелие мира, говорит брат Макларен. Евангелие мира — это послание спасения. Мир всем людям. Мир по отношению к людям. Мир с людьми. Макларен также говорит, истинный мир приходит от отсутствия неприятностей. Нет, истинный мир приходит не от отсутствия неприятностей, так как этого недостаточно, но от присутствия Божьего. У нас может быть отсутствие неприятностей и Божье присутствие, и тогда мы можем испытывать глубокую и превышающую всякое понимание точную меру Божьей любви, чтобы в ней жить и принимать участие. Нам доступен мир, когда все в целости, ничто не разрушено и не сломано, все правильно. Иногда для этого нужно какое-то время. Знаете, я помню время, когда мы родились свыше и даже начали изучать Слово Божье. Но у нас были такие долги, у нас не было мира. И когда мы начали узнавать, что Господь восполняет наши нужды, и стали на основании Писания в Слове Божьем о финансовых вопросах, мы освободились от долгов много десятилетий назад, и мы остаемся без них. Почему? Благодаря Слову Божьему, благодаря миру и благословениям Божьим, когда все в целости, ничто не разрушено. Мир строится на любви и радости. Любовь, радость, мир исходит из вашего Духа в результате общения с Богом. Конечно, мир является плодом Духа. Любовь и радость тоже плоды Духа. Когда вы проводите время с Господом в Его Слове, в молитве, если вы подчиняетесь Слову Божьему, мир овладевает вами и окутывает вас. Легко ли утратить мир? Да, легко. Вам всего лишь нужно послушать новости и поверить им. Поверить плохим новостям. Когда вы знаете, доктора говорят, что вы не проживете полное число своих дней. Да, вы теряете мир, если не стоите в вере. Что мы должны делать, получив плохое известие? Мы должны обратиться к Писанию. Допустим, и грядет эпидемия ужасного заболевания. Что мы делаем? Мы обращаемся к Слову Божьему. Мы стоим на Слове Божьем. Мы принимаем свое искупление от всякой немощи и всякой болезни. Мы перечитываем, что относится к проклятию. И когда мы видим, что немощи и болезни относятся к проклятию, мы говорим, у нас этого нет, потому что Иисус, как сказано в послании Галатам, искупил нас от проклятия, и я стою на этом. Я не приму гриб. Я не приму то, и не приму это. Именно так вы поступаете по Слову Божьему. Когда в газетах, в новостях говорят о том, что будет ужасная депрессия, финансовый кризис, вы понимаете, о чем я. Вы говорите, меня это не касается во имя Иисуса. Я отделяю десятину, и я верю, что Бог восполняет все мои нужды по богатству своему в славе Христом Иисусом. И это подходящее время, чтобы встать на основании Писания об исцелении и начать их снова говорить. Вы должны оставаться в реально близком контакте с Писаниями о процветании, поскольку вам всегда нужно будет процветать, и не только для себя, но и для окружающих вас людей, которые нуждаются в процветании. Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, Который учит тебя быть прибыльным. Сказано в расширенном переводе. Если вы в бизнесе и у вас нет прибыли, вот ваше местописание. Книга Исаии, 48, 17-18 стихи. Я, Господь, Бог твой, Который учит тебя быть прибыльным. Это Божья воля для нас, быть прибыльными и приумножаться. Сказано в этом месте Писания. Он ведет тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Он скажет вам, что нужно делать. Много лет назад мы с Кеннетом были в финансовых узах. И даже не так много лет назад у нас был счет на миллион долларов за телевизор, который мы должны были оплатить. И знаете что? Мы поступили по Слову Божьему. И все произошло. Все счета оплачены во имя Иисуса и остаются оплаченными. Мы верим Богу, и вам следует верить Богу. Вам понадобится ваша вера и процветание. Вам нужна будет ваша вера относительно исцеления. Нужна будет вера относительно вашей семьи. Что я рекомендую? Я рекомендую вам оставаться в Слове Божьем, постоянно слушать и подчиняться Ему, держать Его перед своими глазами, вкладывать в уши, веря, что вы получаете это и принимаете это во имя Иисуса. Вот что говорит Господь. Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, который учит тебя быть прибыльным, который ведет тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим. Видите, чтобы процветать, мы должны делать то, что Он говорит. Если бы они слушали, внимали Его заповедям, тогда мир и процветание твои были бы как текущая река, а твоя праведность как изобильные морские волны. Посмотрите на это. Мир, когда все цело, ничто не разрушено, и процветание, при умножении были бы как текущая река. Божья воля на то, чтобы процветание текло к вам, текло через вас, к вам и через вас, в вашу семью. Это книга Исаии, 48 глава, 17-18 стихи. А в книге Исаии, 26-3, сказано, «Ты хранишь в совершенном мире того, чей дух тверд, поддерживается и опирается на тебя, потому что он уповает на тебя». Слава Богу! Еще в одном переводе сказано, «Чей разум непоколебим». В мире всегда есть проблемы и неприятности, и мы должны оставаться невредимыми с помощью Слова Божьего. Мы должны осознавать, что мы в Нем, а Он в нас, что мы благословлены и не можем быть прокляты. Если вы рождены свыше, вы благословлены. И единственный путь, каким вы можете попасть под проклятие, позволить Ему сойти на вас. Сопротивляйтесь Ему, сопротивляйтесь болезни и немощи, сопротивляйтесь лишениям и бедности, то есть проклятию. Вы искуплены от всего, что вы видите в книге Второзакония, в 28 главе, и что под проклятием. Почему? Потому что Иисус взял на Себя проклятие за вас и за меня. И ранами Его мы исцелились. Так что это решенный вопрос. Но если мы позволим дьяволу сделать нас больными, если мы позволим Ему прийти и связать наши финансы, а у нас бывали финансовые проблемы, было время, когда у нас был долг за телевизионные счета в несколько миллионов, кажется, в несколько миллионов, по крайней мере, в один миллион. И что мы делали? Мы верили Богу. Да, потому что мы больше не в долгах. Мы не брали денег взаймы. Но что касается телевизионных передач, то каждый месяц они стоят много тысяч долларов, которые накапливались, и естественным путем мы не могли с этим справиться. Но мы верили Богу. И мы приняли свое освобождение. Мы верили в сверхприбыль. И вы тоже так можете. Но если вы не будете уделять Богу время, у вас это не получится. Вы должны проводить время в Слове Божьем. Мы с Кеннетом проводим время в Слове Божьем. Уже много лет мы в Слове Божьем, и мы не бросаем это. Мы знаем, что сказано в Слове Божьем. Но мы знаем, что мы должны постоянно держать его перед своими глазами и вкладывать его в свои уши, чтобы наша вера оставалась сильной. Просто знание того, что в нем сказано, не будет работать. Это лучше, чем не знать, но этого не хватает, чтобы ухватиться, когда вам нужен миллион долларов, или когда вы столкнетесь с тем, что абсолютно невозможно преодолеть естественным путем. Что же делать? Обратиться к Слову и пребывать в нем. Не расслабляться. Если вы верите об исцелении, питайтесь местами писания об исцелении. Каждый день перечитывайте места об исцелении и говорите, «Я верю, что получаю это. Я исцелен его ранами. Ранами его я исцелился». В 26 главе книги Исаии я уже читала, но прочитаю еще раз. «Ты хранишь его в совершенном мире». Что это означает? Это означает, что все правильно, все благословенно, все сделано. Ты хранишь в совершенном мире того, чей дух тверд, поддерживается и опирается на тебя, потому что он уповает на тебя. Если у вас нет спокойствия духа, нет мира, и я не знаю, учила ли я когда-нибудь на эту тему, но это правда. Если у вас нет совершенного мира, это означает, что ваши мысли не сосредоточены на нем. А вы думаете о счетах, вы думаете о немощах, о болезнях, или вы думаете о детях, о том, как они живут. Нет, вы должны быть в вере. А узнать, в вере вы или нет, можно потому, уповаете ли вы на него. У вас в голове мир. В одном из переводов сказано, чей разум непоколебим. Непоколебим ли ваш разум? Обеспокоены ли вы в один день, потом идете в церковь, получаете там немного ободрения, слегка взбадриваетесь, потом на следующий день дьявол начинает говорить вам, вы слушаете его и принимаете этого внимания? Так ничего не выйдет. Вам придется твердо стоять на слове Божьем. Вы должны иметь непоколебимый разум. Наш разум уповает на него. И Еремея называет это мыслями о мире. Не о плохом, но о мире. Господь дает силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Это Псалом 28, 11. «Мир оставляю вам», сказано в Писании. «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Послушайте, поймите это. Это последнее, что я вам скажу. У меня уже нет времени, но поймите это. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». К кому обращены эти слова? К пастору? Пастор, да не смущается сердце ваше? Нет, это обращено к вам. Пусть ваше сердце не беспокоится. Вам нужно взять это место и применять его. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Вы должны остановить попытку первой же мысли страха войти в вашу жизнь относительно ваших финансов, ваших детей, вашего мужа, вашей жены, чего угодно. Первой же мысли страха скажите. «Нет, дьявол, запрещаю тебе». Что он пытается сделать? Он пытается подсунуть вам что-то. Он пытается заставить вас думать, что у вас проблема, и что он поймал вас. Вы не его, вы принадлежите Иисусу. Если приняли Его Господом в своей жизни, если вы еще не приняли Иисуса Господом в своей жизни, сделайте это прямо сейчас, и скажите, «Иисус, я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Иисус Господь, я сейчас вернусь. Какое чудесное свидетельство. Майкл и Мишель доверили Богу свою жизнь. Как можно доверять свою жизнь кому-то еще, кроме Бога? Он ее берет и что-то с ней делает. Они оставались сосредоточенными на Слове Божьем и на Божьем результате, пока исцеление не проявилось. Какое замечательное свидетельство. Победа подняла их веру на новые высоты, чтобы верить Богу о еще больших вещах. Это очень сильное свидетельство. Слово Божье работает. Аллилуйя. Исцеление чудесно и благословенно. И сегодня мы будем принимать пожертвования. Я помолюсь за ваши финансы. Вы определите, что вы будете делать, а я помолюсь над этим. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя сегодня за каждого, кто участвует в этом пожертвовании. И я верю вместе с ними, что у них каждый счет оплачен. Я верю вместе с ними об изобилии, чтобы у них было более чем достаточно. И я верю, что они, что их семья благословлена совершенным домом, автомобилями. Я верю вместе с ними относительно всего, в чем нуждается эта семья, Господь. Ты для нас все. Все благословение приходит к нам через тебя. И мы благодарим тебя за это. Мы благодарим тебя за то, что мы преуспеваем, что мы исцелены, что мы благословлены во имя Иисуса. И я помолюсь над вашим даром сегодня. Я верю, что получаю избыток в вашей семье и в вашей жизни. Примите свой избыток. Вы не должны просто сводить концы с концами. Отделяйте десятину, будьте сеятелем, и вы сможете быть жнецом. Спасибо вам, партнеры, за то, что остаетесь с нами. Все эти годы. Будучи верными помощниками. Пойдите в церковь на выходных. Если вы хотите заказать наши материалы, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на своем экране. Это Глория Коплотт напоминает вам, что Иисус – Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова